приветствую вас мои родные любимые христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле все кто попал на это видео на этот канал всех приветствую всем желаю всякого блага всякого счастья мира терпения в души ваши дома ваши в семьи ваши во все сферы жизни ваш чтобы все все у вас было хорошо сегодня поговорим о грехе вы знаете тема казалось бы избитая да но то что я буду сегодня говорить как всегда у многих просто не укладывается в головах и вы знаете правильное понимание греха не буква ецкого тем более не на бумажке сейчас буду определение зачитывать взывать к тому свету который просвещает каждого человека приводящего богом мир все на самом деле очень просто к сожалению вот это множество огромная куча простые тучи религиозных и лживых учений заквасок в мире просто нас так заразили что мы уже свет от тьмы не отличаем правильно господь говорил они не веи пророки о не что год столько людей больше 120 тысяч нему не способных отличать правой руки от левой вот это так вы знаете вот это правильное отношение и понимание что такое грех кажется все время это мелочи вы знаете эти вещи дают нам и многие другие правильные понятия одно за другое цепляется что такое грех что такую праведность сразу мы поймем что такое грех что такое святость мы сразу начнем различать а то вот святой и все начинают думать что этот человек который не ел не пил всю жизнь в пещере просидел ну ролик я назвал кайф не грех не просто так далее наслаждение удовольствие радость счастье благо знаете какая-то глупость проповедовать просто христианство с кислой миной на лице христианство это счастье это радость прежде всего это освобождение человека до этой добровольный выбор человека света и добра господь так и сказал чтобы в чем суд в том что люди сами возлюбили тьму а те кто делают добрые дела я кстати сейчас не 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 интерпретирую аисус так и говорил ну немножко просто словами места места меня ибо идут цвету потому что дела их добры вы помните как это в третьей главе в пятой главе и она господь говорил а те люди не идут к свету потому что дела и злые чтобы не не идут к свету чтобы они не обличились да а те кто добрые дела господь творит и идут к свету ну грубо можно разделить и это в принципе нормальное деление на три области три раздела первое это так называемые религиозные грехи это я их назову это те дела которые по мнению всевозможных сект христианских сейчас возьмем все религии христианских там нехристианских в любых мусульманских иудейских любых мировоззрений каких-то философских течений и направлений это когда система придумали что есть какие-то внешние грехи которые в принципе я сам почему-то не могу себе никто здравый человек не может объяснить почему в субботу я должен сидеть дома и не двигаться никуда почему я должна носить платочек что каким образом он не делает святей я не понимаю почему должна то делать или то почему я должна в субботу есть это в пятницу не есть почему я должна куда-то ходить почему я должна богу что-то отдавать когда бог сотворил небо землю и дать мне ему в принципе ничего невозможно я понимаю кроме благодарного сердца и любви к его творению это и есть благодарность делом проявляемое и внутреннее полыхающее чувство благодарности за все начиная от дыхания жизни которым бог меня сотворил и заканчивая всем тем что в раю меня поселил еще в самом начале и даст потерянный рай или царство небесное царство божие снова да почему поэтому я говорю сегодня на тему религиозных грехов я даже говорить не буду это первая группа если люди вот в это верят этим занимаются если честно для меня люди эти невысокого ума и духовного или как хотите умного сердца если люди не могут порой даже не хотят себе ответить зачем им все это вот спрашиваешь почему вот это грех ну кому от этого плохо вот смотри но это тогда сейчас чтобы раскрыть эту тему я говорю сейчас я ее пропускаю второй грех это какой я думаю тут никто не будет отрицать почему мы в принципе сегодня эту группу тоже так скажем уберем это против ближнего уж я думаю у нормальных здравых людей действительно всех религий все конфессии и даже так скажем в неком профессиональных в нерелигиозных людей людей порой никаким течение принадлежащих у всяких писателей вилийских мыслителей вообще укажет на земле есть пара стоя в сердце понятия который бог своим дыханием в жизни в него вошел и просвещать всякого человека как человек знает что не любовь это зло это грех потому что это страдание боль которую ты причиняешь бытию человеку животному и так далее да на этом и сегодня подробно останавливаться не будем потому что здесь казалось бы все ясно вот ну и на эту тему я часто говорю поэтому сегодня просто опустим потому что конечно тоже надо понять мы это в евангелии видим в жизни учения иисуса христа очень хорошо о том что не всегда то что на кто-то от нас так скажем получает боль потому что мы ему туфли не целуем да что это не любовь об этом я много раз говорил вы знаете любовь к своим любовь к любящим любовь к посторонним и любовь к врагу вот в принципе еще три на три можно поделить каждую из этих групп сегодня мы любовь к человеку не будем рассматривать животному к мирозданию всем божьему как его надо любить да это то же самое как мы принципе деревья мы бережем и любим но мы из них строим дома да но они не кричат не вопит сам бог их папа придумал чтобы мы из этого что-то созидали строили из камней кирпичей деревьев просто тут тоже любой в чем проявится в заботе в разумном использование не просто сжигание тысячи лесов там или вырубание без бессмысленного бессознательно какого-то языки своей похоти прихоти при этом наоборот надо помимо вырубки самим там насаждать и так далее то есть творить это добро пользоваться то что нам просто нужно и необходимо да ведь люди могут даже из зла взять у кого-то лес там сжечь до какой другой стороны то есть люди до этого безумие доходит а так все понятно поэтому сегодня любовь к божьему творению к людям животным духовному миру природному всему неживой материи мы сегодня опустим это понятно что это грех единственное дела любви они разные не всегда надо гладить человека по головке ни в коем случае конечно убить нельзя по голове но и не всегда мы гладим да то есть если человек нас говорит грубо говоря помните как все ветхом завете в этом плане я считаю что это истина божья неважно через кого он там пророк или царя было сказано или хоть самый простой кухарки женщины да что если какой-нибудь пророк восстанет и позовет скажет пойдем вслед других богов и даже вам чудеса и знамени даст и что-то пообещает коврижки какие-нибудь ты скажи нет но в ветхом завете уже пророки придумали в лице моисея побить такого камнями даже если он твой брат еврей да иисус нас этому не учил конечно же но мы помним когда иисусу тоже предлагали отойти от истины начиная от сатаны в пустыне искушая его то мы всегда отойди от меня дорогой помните как петр ему говорил по-человечески рассуждая что господи да не будет этого с тобою когда господь начал им впервые открывать что ему не царствовать на этой земле надо в первое пришествие и придется а наоборот страдать дабы всем нам дать пример образец жертвенной любви к человеку в этом безумном мире который лежит во зле сам мир не безумен так скажем сам мир неплох а вот мир лежит во зле благодаря чему свободной воле человека которая может избирать зло вот и очень часто это делает поэтому сегодня мы эти вопросы оставляем по поводу любви к божьему мирозданию творению здесь все понятно его надо любить это есть это естественно потому что бог есть любовь быть есть любовь но дела любви в мире лежащем возле проявляют немножко по-разному но об этом я много раз говорил говорю и буду говорить конечно сегодня мы этот вопрос закроем и дальше остается грех какой ну против себя против своей плоти как говорят там души духа и так далее вот в принципе религиозные и духе и и грехи против себя это очень близкие понятия ну против себя религиозный конечно же разделит вам против себя и против бога а вот я как раз говорю эту первую группку против религиозные грехи ну да я бы оставил там тоже ли там же любит две заповеди исполнять любовь к богу любовь к ближнему причем зачастую в том же самом моисеево законном смысле а так и прямо скажем в моисеевом смысле что это любить только своего брата еврея это сестру это до тех пор пока она не стала палочки в субботу собирать за которые надо ее побить или он да он что-то что-то неразумное пророчествовать и звать тебя к другим богам кто-то да забей его камнями до смерти вот естественно не о такой любви иди речь но до сих пор даже в христианских конфессиях это все практикуют к сожалению причем если не телесну же духовно тебя точно камнями закидают похоронят предадут сатане что еще может быть ну все по ветхозаветному поэтому они все только я их так и называют псевдо христианство она имеет только вид и ангела светлого лишь образ христа лишь его одежда на самом деле как господь и говорил слова мечтут меня сердце же далеко отстоит по поводу греха я вот вообще не пойму почему грех у нас стал антиномии слова радость наслаждение удовольствие грех это антиномичное слово слову святость а не наслаждение вообще-то бог человек создал для радости и удовольствия жизни и счастья бог его как я всем говорю когда создал человек он его не в грязную лужу с помоями и блевотиной выкинул господь создал прекрасный мир в центре этого еще мира так скажем сад эдемский и туда привел человека он утворит последним не потому что он самый ненужный и самый плохой ну или незначительный пусть неплохой так скажем да наоборот потому что все это делалось для него поэтому все это должно было быть сделано и потом господь вводит человека и все для него это в раю господь написано в книге бытие каждое дерево было приятно для глаз на вкус и так далее вожделенно да но это и про древо познания добра и зла но неважно мы понимаем что господь сказал всякое дерево от всякого дерева ты можешь есть причем это понятно и духовно и телесно понимаем то есть мы можем испытывать все дела так скажем вкушать плоды чего-то удовольствие и получать это удовольствие ну то есть дела какие-то потреблять да и внутри кайфовать это же бог сам создал мы все стремимся в рай заметьте в царство небесное где не будем ни плотью страдать не душой не духом где будем друг друга любить где будет бог где все будет хорошо будем улыбаться петь песни начинаешь за эту жизнь смотреть за земную все грех почему-то куда все эти слова я в одну да какой вам понятнее не знаю ближе слов-то много порой они очень синонимичные близки по понятию удовольствие наслаждение кайф я говорю что еще у нас там есть почему это поставили в противоположность к греху кто сказал что удовольствие это плохо что радость это плохо ведь радость ты получаешь от удовольствие от наслаждения от кайфа от какого-то приятного ощущения тела ума чувств и так далее до прикосновения ну тело до с каких это пор ну вот все с тех же пор вот я хочу об этом поговорить чтобы вы освободились и стали счастливыми нигде никогда иисус не осуждал никакие радости то что он сам нам показал пример действительно это никакая не аскетичная жизнь это нормальная жизнь человека нормальная жизнь человека кстати тот пост который называют его в пустыне это был не пост а испытание от дьявола и сластолюбие и алчность было одно из них и да и во время этого испытания написано он не ел и не пил он не пошел поститься он написано дух повел его для испытания в пустыню от дьявола и она была в том числе и от сластолюбия и от алчности от жадности и от тщеславия и от гордости от власти там в разность мы видим это это нам три в них мы вкладываем их надо расширять понятно что это была вся совокупность греха вот именно но это лишь победить себя и познать себя нужно было кто знает мы сейчас матфея начали читать на канале христа люк библии чтение чтение библии иных писаний как раз подбираемся никак не запишу вернее уже подошли вы к этому испытанию я конечно покажу это им там мы поговорим более подробно пости сегодня не об этом я знаете вот я вам рассказывал да что пять лет у меня было тоже достаточно жесткого покаяния внутреннего внешне я не показывал его с первых дней причем а внутренне до внутренне и внешне день там по ночам наедине вот внешне старался оставаться таким как есть даже стать еще лучше игру светлее радость не так далее я когда особенно потом тоже в это православие коснулся да вот читал этих всех монахов там ведь все труды святых отцов так называемых но они не все далеко монахами были разные там были но в основном конечно это у них там святости от монахи я тогда все время сдался господу вопросом господи в чем прикол причем кто знает какое сам жизнь то есть я сам подвязался так скажем сам старался от всего этого избавиться я все время задался вопросом и господу упрямо задавал да что ж такое я грустну вот ну да раньше у меня были одни удовольствия хорошо я сейчас живу другой жизнью может по плоти по внешнему в принципе так и есть у меня мама все переживала что мне плохо что я несчастный а я а я был абсолютно счастлив я внутреннее покаяние было кстати не а то что я бросил пить курить вот именно бог сразу это чищать и даже памяти нет этот вообще не страдаешь нет я действительно знаете какое-то внутреннее ощущение то что конечно более я все равно много людям причинил да казалось бы этом не убивал не грабил людей не насиловал ну ну хватает в моей жизни было хватило говнеца и на вот это вот все-таки не же давила и не естественно давил вот это и несовершенство тому что я пытаюсь подвязаться в этой любви все время себя корю там у меня не получается там не получается плюс я да не сразу вот это раскрыто было конечно же истинное христово познается со временем причем через дела жизни да я думал как любить ближнего и так как любить врагов вы помните как их связывать с вопросами думаешь слушай ну что не скажешь бывает ты человек просто неугоден ты хоть в лепешку разбейся уже один только вариант отойти вообще просто сглаз его вот именно просто в этой жизни не быть человека в его жизни тогда все хорошо более-менее но опять же написано любите благословляйте благотворите думаешь что ему 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 от тебя любое дело противно он слышите них у его голос твой раздражает муж как любить конечно потом все это мне господь открывал и теоретически и практически поэтому я с вами сам этим всем делюсь что такое любовь да через дела все это начнешь познавать то что действительно бог тебя за настоящий грех против ближнего всегда обличает освещает ты должен ну тут не освещает вернее обличает да правильно сказать ну смысле светом озаряет тебя и ты видишь просто ощущаешь это и действительность и правда согрешил правда несправедливо обидел человека ты в этом каешься а вот про личный подвиг и и вот этих я же тоже стал с православием что-то читал в евангелии в том же самом да где-то что-то слушал сразу много сам пытался понять не все понятно это же яручу я кто знает я несколько лет жил там на одной капусте можно сказать да одевался тоже хотя у меня полного надежды еще от греховный шлифт как это говорят да вот но я ходил там ну не как бомж понятное дело но в простой совсем простой одежде так скажем по этим деревням лазил вот внешне какие да там вот эти телевизоры картинки фотографии что-то думаешь общение да там с грешниками не с грешниками женщинами не женщинами все это естественно я проходил вот тогда я задавался богу вопросом господи вот этим монахи особенно я на них когда насел кто знает мой этот период жизни и тем более я же не теоретик не теоретик афисинга я практик я стал все время в этой же сам пещере сижу как я называю да то же самый путь дом в пузево ну где там только не скитался не только в этом доме я говорю господи ну какая разница вот смысл всех этих монахов они от всего отрекаются ради небесного причем царства святости вот этих переживаний они все пишут там кто знает об этих переживаниях там бог бог им действительно являлся я верю в это пожалуйста бог любит всех людей и им их тоже любит естественно такие же люди на земле как и я и вы и бог нас всех любит и им открывался по своей любви и я говорю смысл вот они в основном и пишут что смысл всего этого обрести вот это святого духа который есть любовь радость мир тебе такое блаженство будет кто там и летал и от земли отрывался и не ел освобождался по плоти типа от всех этих даже ощущений страстей как они говорят они уже могли неделями не есть а я думаю господи вот он да хорошо он неделю не ест он может не мыться не купаться ничем не пользоваться и делает это все ради того ради чего рачу чтобы получить какое-то нереальное божественное удовольствие в оконцовке я говорю господи какой то получается эти святые вот мы пытаемся боремся с какими-то грехами там алчности гедонии как это за это гедония жажда удовольствия наслаждения да ну так с таким подтекстом болезненности я это получается эти монахи говорю самые величайшие гедонисты я говорю хотя бы посмотри на простых грешников из которых азам есть первые да но мы хотя бы какие нам удовольствие ну вот поспал поел телек посмотрел да компьютер там а они смотри какие ну да казалось бы они от все отрекаются ради чего любви к человеку эти монахи вообще практически не предъявлять причем самые монахи великие у них это те кто вообще в пещерах кто в пустыне голышом ходил оброс там весь или не оброс это считается самой величайшей святостью господи самую заповедь и вообще радость жизни которая действительно есть в общении с людьми потому что какой смысл вот у меня все есть я это сам до покаяния почему я уже когда господь меня открылся призвал меня я уже конечно был на грани так скажем на грани хотите хотите на пике своей жизни в этом плане я уже понимал ну эру друзья уже стали пропадать потому что взрослый человек все работают мы все разошлись все наши там встречи эти субботни сводятся к банальным попойкам и рассказывание кто как жил эту неделю а я стал понимать какая разница как ты жил эту неделю и и тебе меня ходит рассказ как я жил если нас в жизни друг друга все равно нету в бытовой жизни и вы знаете мой любимый тоже лозунг сленг хотите крылатую фразу любовь она в бытовухе я думаю слушай с нас тобой бытовуха не связывает или это земная жизнь мы вместе не работаем вместе не отдыхаем вместе не спортом не занимаюсь не хобби никакого же в детстве все были вместе ели из одной миски гуляли спорт школа учеба все было вместе сейчас все по отдельности я думаю какой вот вот она радость и общение уже нету и казалось бы стене с кем разделить свою радость и свою скорбь да просто в петлю хоть залази а дамы сам не продать и что ремонт надо жениться нехорошо же быть человеку одному быть когда один был адам если говорю одному нехорошо быть до животное никогда не заменит человека но он был один игра мы сейчас не одни у нас миллиарды на земле вот конечно же если тебе не с кем разделить свою радость или свое горе жизнь бессмысленно то то что жизнь в любви а любовь имеет объект любви обожание так скажем да я тогда веру все больше больше чем больше задавал вопросу господов он всегда отвечает толчущим и жаждущим господь стал мне конечно все это открывать я стал все это понимать то что игру какой-то да смысл вот они ради этих полетов на небеса там не не едини типы бесстрастности там к земной пищи игру господи но ведь кушать тоже приятно чё плохого я вот кушуешь получаю удовольствие получая хорошо жить хорошо а хорошо жить еще лучше чего в этом плохого причем я не верю когда у тебя сидит за углом голодный как господь причем великолепно рассказала богачей лазари ведь речь-то не об этом идет конечно же когда ты из мерседеса выходишь рядом нищий ты рубля не бросишь но вот эти минимальные радости ты все равно покупаешь какую-то одежду почему не выбрать какую какой тебе нравится какая тебе удобно какая нравится твоему любимому любимый детям это все любимый до дети родители убирают из своих детей что им нравится и что ну что детям нравится его ребенку он же спрашивает ну как тебе и мне естественно как родитель но не хочешь чтобы он ходил как клоуну в моем пусть понимание опять же или так или сяк то есть я выбираю то что мне нравится ну как все лишь покупаю это какая разница просто да вот поэтому мир разнообразны все от сатаны одежда вся от сатаны разнообразие разные прически разные волосы косметика все от сатаны почему все от сатаны мир бог создал прекрасный все что мы дотворяем в этом мире мы лишь потому что его образ и подобие в нас сидит это этот дух это 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 жизнь это божья природа творения разнообразие красоты нам хочется это делать люди что-то делают изобретают разные краски разные виды свойства да есть все в натуральном мире конечно господь создал там и чемчурка из древности там пыльцой какой-то из какой цветочка чем-то выдавит все это было сейчас даже то что есть какая-то химия как ее говорят ну кто же никто даже и вред толком доказать не всегда может не все на самом деле так вредно как нам это любит подавать далеко не все и мало то что я вот просто верю что мне говорят ну чем вот пластмасса деревяшки отличается большой вопрос пластиковые окна все дышать нечем до деревянные ну какая разница окраска которую ты покрасил деревянные окна ты все равно все дерево закрасил а стекло чем она плохо хорошо прозрачная не вонючая чистая гладкая по легко протирать чего плохого все в мире плохо вот все от сатаны да мир лежит возле имеется ввиду что мир мы мы лежит в каком зле возле человеческого греха везде революции войны страдания насилия похоть другого отобрать да и то есть вот в мир лежит в этом зле кругом зла много дали творят которые люди в этом плане сам-то мир по себе неплох материя которую создал бог она неплоха это что мы и по божьему дарованию по его образу и подобию каким мы являемся тоже что-то творим из его кубиков еще кубики собираем или раскладываем кто сказал что это грех грех один только это не любовь к ближнему как я конечно о том о чем сегодня мы жевать не будем но к нему приводимся что все эти религиозные грехи полная хинеи что бог учет надо служить там ходить налево или на или направо послу или против ассалуни против капище которую вы построили богат это до этого вообще никакого дела нет это неправедность ваша это и не грех эту тему вообще поднимать не хочу пусть с этим кто нас и пусть нас если они сами себе как-то могут объяснить что это праведность или святость я здравый человек никакой там неправедность не святости нет там греха как такового нет в как бы кажется но как нету-то не хоть на одну это ну хоть да нет родные вешают на других других людей делать несчастными это грех ты что в храм не будешь ходить причащаться батюшки исповедуется грех в аду будешь гореть человек начать терзаться этим вы грешите эту лапшу вешая людям на уши вы делаете их несчастными ложью причем не правда когда ты лишь он обидел кого-то это ребенку говоришь не надо так делать это любовь а когда в ахинею вешайте другим на уши это что это грех вы ничего хорошего не сказать и никакой не грех вы сами обманываетесь и их обманываете делать их обманом несчастливы вы грешите а то что ты там по солуне или против солуне ходит вообще как ты крестом этот лабызаешь я к распятию христову вы знаете как отношусь большего благоговения нету но это к самому подвигу иисуса христа и к изображению лишь как напоминание так что такое грех то что грех пользу радоваться жизни а радость бесполезно невозможно без и счастья без дел этой радости какой-то я от чего кайфанул получил удовольствие ну потому что я поспал чем желательно спать не на гвоздях а на нормальном диване не за миллион долларов за обычную у нас элементарно все знают прекрасно порог у нас в уровне в магазинах нам четко дает понять на каком-то уровне что ты себе можешь позволить и что нет и понятно во всех сферах жизни куда ни возьми продукты зачастую там тоже просто бред ты же сам богатый просто переплачивай есть минимальный нормальный уровень и нормально что мы в этом живем и другие другим помогаем в этом жить я говорю я не верю что ты должен ты в золоте купаться рядом человек с голоду помирать такого не должно быть перекосов да есть вообще это я сейчас опять беру деньги давайте возьмем низкую планку есть удовольствие которое не зависит от денег я говорю вот гулять я могу гулять почему это грех а мог ты это в грех возвести ты туда пошел тысу ты же получаешь удовольствие то до безумия у людей доходит это можно смотреть это нельзя смотреть то делать все делает нет никакие не грехи отсюда и праведность отсюда и греховность отсюда эти лживые учения протестантизма православных католиков ты всегда грешен грехов моих бесчисленный как песок морской каких грехов кто кстати практиковал православие тот знает уже ходишь по воскресенье на эту испыть думаешь чё же придумать то чё же сказать то ну да где-то погрешал и бежал там сразу шкаился пытался с шайком примирить все вроде сделал и начинаешь выдумывать эти грехи то же самое протестантизма там вообще все проще я такой грешный поэтому и христос все покрыл на греховностью мне все пофигу я даже меняться не собираюсь я такой какой я есть у них одинаковая позиция ты супер грешник только у одних надо к батюшке ходить у других можешь не ходить иисус все сделал про то что отменяться ни у кого ни слова ты не можешь поменяться и те эти одинаково говорят в один унисон то уж все они от одного корня прекрасно знаете от той блудницы церкви в третьего века у которого которая стала государственной религии византии у них один корень поменяться они все проповедуют ты сам не можешь только бог ты не что ты головешка ты чурбан все бог что православное говорят только в другом чуть-чуть контексте что протестанты у православной католики одно и то же ортодоксы как их называют да нет родной вы знаете а так вот с некоторыми говорил до некоторых людей все-таки доходит то что я говорю слушай вот ты даже пить курить бросил но и ты же понимаешь что тебе самому вредила вот если ты сильно бухал там допустим рювел себя несоответственно с утра голова болела вот вы знаете это груда покаяние да я не скрываю да у меня бог даровал тот же самый алкоголь у меня никогда голову не сносил я еще наоборот добрый нежный ласковый до веселый но естественно я тоже перебирал мог напиваться да вообще до ужасного состояния естественно до болевать не и болел потом вот не было мне не запой потому что я вру бесстрастный да никогда это мне уходил в запой чтобы там не работать нет хотя вот и мог и два дня попить если выходные там или еще что-то но все равно было такой вы знаете вот после покаяния ну практически получается 10 лет уж прошло и вот лет получается 8 там восемь с половиной я вообще грамма в рот не брал до алкогольных напитков но вот я когда уехал работать уже получается полтора года прошло год я проработал сейчас уже полгода выпивал я и пиво и вино и коктейли и коньяки и водку я за эти полтора года ни разу не напился ни разу не доблевать не не до того чтобы даже просто перебрать но что мне просто плохо я пожалел что я вчера вот там с кем-то выпивал и даже один я сейчас себе стал опять все позволять и ни разу я после вот такого моей жизни изменившейся я всегда теперь знаю раньше я вот им сидишь сидишь в этом клубнике долбит эта музыка до утра понятно тебе надо то там пару часов посидеть в 12 приехали в 2 можно уезжать и вот ты сидишь как зомбированный правда как дебил я уже плохо уже уши вянут от этой долбежки уже у тебя все вот так вот стоит и алкоголь и полный стол заваленный жратвой действительно безумие человеческое в те это уже не лезет ты заливаешь и заливаешь пиво я мог там 10 бутылок выпить мы там не знаю коктейли могли тоже десяток два там крепких причем водки вино там не знаю по бутылке по две по палитру могли выпить конечно куда это лезет понятно все это выходит потом понятно что потом ты болеешь вот полтора года ну вот сколько было там каких-то событий праздничков вот я работал год сейчас полгода другой немножко жизнью живу опять проповедую встречаясь вот с кем-то с друзьями или сам могу прокуляться я могу себе взять теперь бутылочку пивка опять и раньше ты был беспристрастный но верю вот единственный понимал зачем я доводил до безумия эту ведь все может от все плохо кто знает я вот халву люблю но если ее чуть переборщишь кто знает мне тоже она очень сладкая очень концентрирована все аж это язык отсыхает или как это такой вкус потом ничего есть невозможно буквально пока это не отойдет до конца дня от всего может быть плохо от всего и от кофе от чая и от еды вот такую миску навалишь себе и все сидишь уже обратно вот тут вот стоит от всего уж может быть плохо ты не доводи все до со слова много и хорошая плохо я где-то когда-то услышал не помню запомнил тоже на всю жизнь очень красивая фраза со словом много и хорошая плохо вот это действительно так много и не туда так надо жить просто нормально сейчас я спокойно я это даты игру не почитал это грехом никогда даже когда это покаяние было и мне просто не хотелось и не с кем было да я там жил ну как вот скитался и мне конечно всегда мне где-то предлагали всегда люди меня окружали все равно где бета в этих деревнях не работал и люди то вы знаете какие грешники говорят вот я как просто отказал это игру мог там если за столами он и с батюшками сидел когда даже у православия бывание любители этого дела я как раз никогда ну наливают там так для этого просто вот этот полтора года я могу потому что с такого тебя вообще даже даже в глазах нему не не плывет за грамульки там а говорю так сам бутылочка пива или вот такой бокал вина конечно чуть-чуть поведет и все ну и что я могу посидеть спокойно да мне же тоже радость доставляет кому-то чай кому-то кофе а мне как и кофе и чай и вот это доставляет радость почему нет кому я плохо сделал себе нет не наоборот было хорошо я почувствовал удовольствие ближним нет как-то у меня людей окружал ярую еще более радость не становлюсь мир не ты что такой грех что-то вот смотришь с кем-то общаешься купаться можно как ревон религиозники до чего доходит купаться нельзя да люди все нормальные на пляже в плавках и не прячься если каждая как по ихнем понятии будет друг от друга на километр отходить чтобы не видеть вы знаете никакого берега океана не хватит люди приезжают на курорт и там сесть негде столько народу куда ты денешься ну да и чё тут постыдного опять бог тебя создал таким что такого что ты купаешься в плавках а женщина в купальнике если ты такой безумный что ты смотришь я говорю вот это придумали с этой всякий смотревший на женщину с вожделением и все во первых речь идет о женатых и замужних людях это раз потому что там перед этим сказано не при любодействии вам сказано а я говорю речь обращена к замужним и во вторых имеется ввиду речь о пожелании на сегодня тему я отдельно конечно скажу такую хотя это можно сюда тоже в том плане от грех помыслы помыслы сами по себе не делают тебя греховным не делают это не твои грехи бог создал ум он постоянно рождает мысли дух который ты являешься духом личностью я ты стоишь над этим над душой это душа можно сказать это помыслы сердца дух это что-то еще высшее это ты это я это твоя свобода человек личность его дела как говорят да это совокупность его выбора в жизни а тем более еще вы на этой земле на это небе где еще и духовный мир сокрыт эти действительно вот картинку я подготовила кстати чуть не забыл вам я вообще показать хотел вначале показать но сейчас да добро и зло еще тебе сатана чего-нибудь ну там другие духи их целая куча до нашептывают это их их шепот это еще не твои грехи то что тебе на ухо сатана шепчет и ты это слышишь надо же в этом понять а даже мысли твоего так скажем сердца вечно рождающиеся это еще не грехи я хочу вернуться к тому же самому протестантизму и ортодоксии когда вы это поймете вы поймете что никакой своей праведности иисус меня не закрывает я спасен не по вере опознанию истины которая делает меня свободным когда ты рассмотришь что такое помешку настоящий грех ты поймешь что ты сам не будешь грешить только потому что ты полюбишь любовь полюбишь истину полюбишь иисуса который явил нам эту истину и своим примером жизни показал что это возможно все делать более того это нормально мы когда разговариваем я вот в личных беседах они мне очень много тоже дают игры слушай вот ты будешь женщину насиловать он говорит нет это грех он горь конечно будешь делать никогда в жизни или слушай так вот это иисус тебя освободил покрыл или ты такого никогда бы не сделал и уж тем более сейчас когда христианин может даже ты там евро дел по дурости сидел даже за это часто когда познал истину что она в любви что-то действительно причинял людям зло и сейчас понял так как жизнь бесконечно во зле вечно пребывать нельзя это уж ты сегодня все поимеешь в этом мире что толку то все ненадолго ты никогда не будешь счастлив страданиями другого я все даже такое вообразить не могу как такую боль можно человеку причинять там чем носили что телесное что духовное кстати вот это я вот это пастырство который над душами людскими господствует вообще понять не могу которую так долбит долбит думаешь это вообще кто этот человек там внутри него кто находится вообще сама вот это господство это уже показывает что в человек какой в нем дух он говорит нет не сделаю я вас лучше так может все таки грех это когда ты действительно понимаешь что такое грех и никогда его не сделаешь вот и все иисус раз только те глаза открыл осветил тебя ты просто принял любовь истины ты решил открыться сам себе жить согласно со своей сущностью который есть бога бог есть любовь может поэтому тебя терзают и ты ищешь себе спасителя который покроет типа все твои грехи так может то что на тебя навязали твой культ и даже ты свободный по христе какие-то закваски ты все равно там 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 понахапал где ты все чадо того поколения то мировоззрение того общество в котором ты живешь это могли тебя навязать даже там атеисты родители что это нехорошо что-то нехорошо что там одеваться так-то нехорошо а ты у тебя живешь не так как те родители в детстве величие до сих пор как бы тебя мучает их не слова в сердце даже не совесть они тебя занозы засели ты вспоминаешь и мучаешься от этого так может это просто не грех и освободись от этого и ты будешь счастлив и ты поймешь что действительно когда ты грешишь ты сам в этом виновен иисус никаких грехов тебе не покроет и никакой батюшка тебе ничего не простит если ты зная истину которая в любви к человеку творишь нелюбовь ты за это все равно ответишь внутри тебя живет сатана ты тьма через это все открывается все абсолютно что такое святость ты сразу поймешь и что такое грех относительно того что такое грех так что вот эти все игру просто сами на себя рассмотрите вы все должны призму рассматривать как вот я я чувствую почему я терзаюсь почему мне вешают эту лапшу на уши человек должен то-то 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 чем если он делает рабом и делают несчастным когда мне пытаются тык о ну тогда все позволено бери чугу нет есть прекрасная формула она у многих даже философ есть твоя свобода то есть получать удовольствие может только до тех пор твоя свобода заканчивается там как это говорят и рука когда где начинается свобода другого вот и все если получаешь удовольствие за счет страданий ближнего жизнь удалось их ну я пойду у него машину сворую нет ты можешь получить любые удовольствия которые не причиняют страданий ближнего любые и и кстати здесь опять работает все та же форма игры если ты хочешь ходить в шароварах но почему-то мама тебя убеждает бабушка дедушка или сосед я груди какой-то там даже твой учитель казалось бы в школе что там так нехорошо ну и ару ты вынужден где-то жить по правилам общества пожалуйста же сам согласилась ты идешь в чужой монастырь допустим на какое-то мероприятие там такие правила вы хочешь соблюдать не хочешь не приходи да вот но если ты свободен если вышел из дома идешь куда хочешь прогуляться и тебе кто-то рассказывает что вот так нельзя надо вот так вот одеться ты скажешь слушай родной ты меня делаешь несчастным я вот смотрю на тебя и у меня ты вот неправильно одел ну что у тебя разные кроссовки вы знаете с мода носить разные кроссовки один красный другой белый ты ты неправильно ты мне раздражаешь я вот великий художник мне не гармонично скажешь слышу у тебя свои радости не смотри на меня а у меня свои я иду в разных кроссовках разного цвета у меня душа сияет радость имеется ввиду грех действительно боль ближнего настоящий на которую мы не имеем права причинять человеку а то что мы своим знаете существом ему причиняем страданию чтобы потому что есть и не такие как ему хотелось бы это никакая не не любовь ближнему это лишь это его больная фантазия о любви к человеку и собственно и злоба все что угодно там ковырнешь там все сидит вообще почему он считает что он имеет право тебе что-то говорит на что нужно считать что он имеет право господство над тобой значит он ставит выше себя над тобой значит тут то и судья он бог над тобой а никто из нас никому богом не является отсюда ты можешь сам рассмотреть слушал он не имеет права это вообще говорит какое ему дело до меня никакого ему власти надо мной нет он мне не рожал не кормит не поет грубо ли возьмем любого человек те же самые родители слушай ну родили выкормили вырастили ну что они меня рабом хотят сделать почему я должен в 30 лет слушаться ну как мне вот одеваться действительно какая пафосная мама богатая сынок вырос таким простым знаете ли дочкой она мусор выносить идет в обычных сланцах она говорит что ты меня позоришь ты должна хорошо выглядеть всегда одеться скажешь мам но я я у себя дом я хочу выйти на помойку ведро вынести мусор как хочу нет там да туда не топ положи там команду вечную это родители тоже не правы в этом плане у вас взрослые дети вы должны дать им свободу вы для этого вырастили а если вы их растили для своего порабощения вы их не любили никогда и не любите сейчас делай все по-моему делай так делай сяк человек свободу вот эти три сущности бытия любовь свободы бессмертие они не раздельны если ты любишь человек отпусти его понятно это не касается детей у которых ум не развит это разные вещи ребенку руку от розетки оттягиваешь от горячей сковородки чтобы он себе зла не причинил вот и все и это мои взрослым друг другу помогаем точно так же человек может идти не понимать что это электрический провод ты даже палкой толкнешь или как угодно его лишь бы спасти от этого это не берем эти случаи в розу взрослые люди должны понимать о чем я говорю чем возрастает твой ребенок ты должен давать им больше больше свободы учить его вот именно добру истине и давать ему в этом добре истине самоопределяться перед лицом добра и зла вот и все танцы пожалуйста любая секта начинает католиков православных и протестант вам скажут что это грех в основном своей массе а если не грех то только так как это они смысле делают там и протестанты вот так вот можно петь вот такую музыку можно да это правильное прославление вот так можно танцеваться и вот так быть одет а вот так уже нельзя ты что такую амплитуду бедрам своим позволяешь так нельзя танцевать это грех кто будет еще амплитуду мерить моих бедер когда я танцую или чего или как я руками широко или мелко почему на танцевать именно вот так а может я вот так танцую это играет и когда минчат да не да ты не все знает это придумаешь на переды да хватит не такой рассказывали самого мне глаза широко открыты и сейчас мир интернета и все я повидал со всеми пообщался достаточно знаете как любые опросы опрашивать не весь мир когда выводят эти статистические данные определенную группу людей и уж за мои десять лет того же самого христианства я достаточно понаслушался и понавиделся и вы все это знаете на самом деле когда мне там все тыкать лишь бы эти просто все косяки своих сект просто как-то выпить обелить в белом свете но это все ложь там куда ни тыкни игры вот чтобы не танцевать дома на улице что мне нужно денег много или что ничего не нужно играет я так взял и надо там деньги беру иногда пожалуйста нам удовольствие доступны многие вообще пойти искупаться я буду вода вода есть кругом бог ее создал речка море ванна бассейн занятия спортом не бить вместе друг другу морда конечно любым физическими упражнениями разве это грех телевизор интернет вот мы кого-то слушаем что грех нет но понятность и сможешь для друг друга бьют на силу длинных ты смотришь не любовь на что и в этой нелюбви участвуешь тебе это нравится что не любишь это понятно а нормальный художественный фильм пусть даже фантастический почему нет музыка кто будет определять какая музыка мне нравится этот сатаны святой человек может уже и супер просто если знаете это да супер тяжелый року ты святые люди писали тоже согласен тести грешники там просто понятно там и дух этот чувствуется и слова в песне в этой да там все это есть и согласен но гитара то есть у святого человека даже тяжелая электрическая так скажем с тяжелой музыкой и и и у грешника а если святой напишет тяжелую музыку на гитаре сыграет который такие звуки издает барабаны те же самые в мире нет ничего злого никаких вещей злых или недобрых или грешных самих себе зло исходит иисус сказал четко только из сердец человеческих а значит все эти вещи в жизни не живые материи только мы их употребляем назвали на и назвали на добро а у них все грех усложнение слухом да вот и музыку слушаешь грех вообще дошли до такого безумия везде скажете монахи евро пожалуйста да да этого безумия дошли до что до проповеди этого что все это любое получение удовольствие это грех не то что ты ради этого готов там голод приступать это понятно я говорю а вот доступные вещи скажет протестанты лучше пожалуйста окунитесь в их учениях все поймете все то же самое да они танцуют они поют но только так как они это где все остальное грех все то же самое опять палка везде опять рамки непонятно кем почему поставлены кто кто судьи кто где у вас небес индульгенция или право как они сами любят кто тебя поставил где у вас это право эти рамки возводить ну так вот хотел поговорить конечно до того человек который доходит во первых вы просто счастливыми становитесь тоже начинаете жить так как вы понимаете начинаете жить по свету в вашем сердце вы просто жить святости очень легко ты просто богу открываешь все сердце господи ты меня сам обличай когда я что-то не так сделаю вот им тут тонкие грани бывают человеком понятно ты уже никого не тычешь никогда на улице вот он идет с таким иракесом ты какой имеешь право ему тыкать это он некрасивый только в твоем понятии я даже не вышел в глазах божьих дитё да он кругу его друзей самый красавич вот он такой он самый такой красавчик да да другим людям доставляет радость если тебе не нравится отверни свои глаза когда ты понимаешь или открываешь спугу и просто без господи ты меня когда я действительно что-то нехорошее дело обличие сразу в жизни разберетесь у вас все станет четко что грех что не грех вывод кушать вас действительно не 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 вот эти религиозные бредни которые в этой коробочке а вот ты сам ешь и думаешь слышно вот почему неж вкусная же радость что тут плохого я иду я купаюсь почему меня религиозники из моей секты осуждают ну это хорошо что плохого что я руками гребу по воде вот что в этом плохого я в купальнике так весь пляж в купальниках и даже грешники на этом пляже не бросаются друг друга насиловать думать что же мои эти религиозники и хуже этих грешников что ли или что они боятся что я разденусь они меня изнасилуют или что почему грешники спокойно друг на друга смотрят ничего помыслы слушайте но у нормального мужчины и у нормальной женщины глядя на противоположный пол в любом случае возникают мысли они плохи нет если они были плохими как бы мне захотелось эту женщину с какого перепугали этого мужчины вообще пошел бы делать ей предложение руки и сердца если у меня внутри нету этих природных чувств значит это нормально вопрос они до чего у меня доводит я бегу ее насиловать или как давид поступают нет я бы господин я господин господин над своими чувствами как адам дух над сердцем над евы да ну конечно она красивая я вижу до сексуальная да ну что эти насиловать придут нет ну красивая красивая ну и хорошо и славу господу за то что создал такую красивую красоту и женщина мужчин красавчик ой красавчик пресс во глаза во ну что мы красавчик ну хорошо глаз порадовалась получила удовольствие да и про это вожделение кому интересно смотрите мое чтение на библии я там буду подробно конечно это я не раз говорил еще сейчас у будем читать где там всякий кто смотрит уже спрелюбодействовал спрелюбодействовал во первых речь идет о замужних это раз и даже замужние кому интересно я говорю подписывайтесь на тот мой канал и смотрите видео там мы все пожуем разберем что такое прелюбодействие задние задние помыслы а когда ты просто смотришь и любуешься красотой бог тебя дал глаза чтобы ты радовался жизни дал уши чтобы ты радовался жизни дал руки и ноги ну надеюсь ну конечно многие меня не поймут те люди которые живут по плоти живут по каким-то внешним божьим законам по библии в которой ибо написано неизвестно кем неизвестно чего половина там ахинеи написано который к богу никакого отношения не имеет ну пусть живут я говорю для тех кто хочет быть счастливым кто хочет познавать истину а истина которая даже мечтаем в бумажке должна согласоваться с нашим сердцем и до чего мы дорастаем в том должны жить если вы этого не понимаете не признаете пока вы поэтому не судитесь если вы действительно только искренним сердцем у не оправдывайте чего-то там до оправдать слезы ближнего когда ты ему руку отрезаешь невозможно ничем вот это настоящий грех ты хоть как этого давай игру у всех у вас есть понятие или простое элементарное греха и святости вы всегда разберетесь когда вы ближнему настоящую боль причиняете игры или вы причиняете потому что-то вы такой какой вы есть в хорошем плане действительно то что я рудя весь исколоты в татуировках тебе это вообще никак не колышет не травлюсь эти не смотри на меня ты свободен земля большая хоть и круглая но большая на ней всем хватает места так что вот так вот и по поводу плоти все элементарно и просто сколько есть как есть что есть что смотреть что слушать все каждый для себя может разобрать меня это делает лучше или хуже я становлюсь счастливее или нет игры всегда подумать когда вам несут это ахинею про духовное наслаждение радости слушай а какая тогда разница кто сказал что эти духовные где это вообще сказано что эти над духовные наслаждения они истины типа а вот по плоти я музыку послушал вот какие-то пение ангелов до того допоститься чтобы услышать в пещере это хорошо а то что я слушаю людей которые созданы по образу и подобию божий который выше людей и она далеко не христианка она просто поет хорошим оперительским пусть хотите голосом я оперу конечно терпеть не могу потому что ничего не понимаю не знаете слышно но хотя оперные голоса я люблю потому что есть рог если известные исполнители которые там типа на этвиша то знает о чем я говорю типа я в молодости слушал в ранний да я обожал такие оперные голоса сроком по подрок там женщины-вокалистки вот мне нравилось зачем мне это пение там ангелов серафим хирург у меня вот человек образ и подобие бога для меня его пение выше пение ангелов и хирург какой-то рад которым я должен может быть не есть до галлюцинации ничь пока что я там ангелов так может эти кто я говорю еще побольше меня гедонисты и сами сеть придумали то сейчас нибудь стихами закидают павел там был на небе и слышим незреченные глаголы вы знаете всему свое время всему свое время павел вот им писала о том что бог человек даже не мы не может представить что бог приготовил ему вот иные по плоти я согласен другой мир будет другие ощущения павел лишь об этом писал но в этом мире у меня эти уж и то что бог ему приоткрыл это не значит что к этому надо стремиться нигде павел об этом не писал он просто рассказал вот им как и мы все кто знает бог открывался конечно вот именно что наслаждение бесконечные вечные настолько разнообразные что и представить все невозможно так какой почему мы здесь от них отказываемся а почему-то там считаем что мы можно вот такую коротенькую жизнь в любви подвязаться да даже в жертве на любви и порой отказаться от каких-то своих удовольствий комфорта да это хорошо вот так вот ладно на этом у меня все так поговорили о грехе думаю что все равно ищущим кое-что откроется все это познается потом жизнь вы должны то что мы вообще то что как иисус горел если вы их слушатели только они исполнители то это дом на песке даже то что я говорю вы проверить может только попробовав открыто себе слушаем и задуматься и попробовать слушают реально я вот тогда мне научили что это грех вот это грех вот это грех если вы это делаете и бог вас не обличает это никакой не грех если вы пытаетесь через призму любви свободы и бессмертия смотреть слушай ну чё я вот через это причем плохого делаю кому от этого плохо мне одному так хорошо так все пульта должен от этого отказываться предыдущий ролик вы смотрели я говорил о том что делай все что угодно лишь бы счастлив но я-то тоже должен быть счастлив я как буду радоваться с другими и других радовать если я сам у меня все плохо у меня ничего нету я никакие себе не могу не могу не выйти ни погулять ни на небо поглазеть ну что это такое в чем тогда смысл жизни бог создал человека для счастья и радости до совместного до всеми людьми на земле до много зла но мы это должны все равно стараться его сделать светлее как мы сделаем как когда внутри нас господь говорит тьма как только свет а свет это любовь а любовь проявляется в делах материи то же самое слово оно материально мы же услышим потому что нас есть мембрана есть язык вот так вот ладно уже чувствую затягиваю я все что хотел сказал на этом у меня на сегодня все всех по-братски обнял поцеловал всем кому нравится мои ролики вы знаете что делать до встречи в следующем видео пока пока